Привет, друзья! Сегодня из ложечек деревянных магазинов X-Price хочу сделать красивый артишок вот с такой баночкой. Это баночка из подварения, она вот примерно с мою ладонь, объем здесь 7, наверное, сантиметров 6-7. Итак, я для начала должна обрезать каждую ложечку. Итак, ножницами большими у основания, аккуратно обрезаю ложечку. Получается вот так и вот эти вот палочки нам пригодятся. Мы их сохраним, а я пока буду применять только ложечки. Итак, я приклеиваю каждую ложечку вот здесь. Беру пистолет с горячим клеем и промазываю здесь хорошенько край. Прижимаю ложечку. Она у меня идет до границы вот этой резьбы. Приклеиваю рядом вторую, так чтобы они притык были друг-дружки. Хорошенько промазываю и приклеиваю. Устанавливаю ровно, чтобы наше изделие было аккуратное и ровное. Обклеиваю всю баночку. И в конце у меня здесь остается большое расстояние. Две ложечки мало, три не влазят, поэтому я последний вот эти, видите, тут делаю такое расстояние небольшое по 2 миллиметра и приклеиваю. Теперь начинаю приклеивать ложечки в шахматном порядке, оставляя где-то полтора-два сантиметра и приклеиваю. Промазываю здесь, прижимаю, подержу, чтобы клей схватился. Далее следующий лепесточек, так как выглядит у нас как цветок, я называю лепесточек, приклеиваю таким образом. Смотрим, чтобы высота этих ложечек здесь была примерно одинаковая. И опять по кругу обклею весь край и вернусь к вам. Теперь приклеиваю третий ряд таким же образом, чтобы где-то сантиметр-полтора у нас сверху оставалось. Я напомню, что у меня 25 ложечек пакетиков, но скорее всего уйдут два пакетика. У меня запас как раз таки два пакетика, значит 50 штук ложечек. Если у вас нет деревянных, можно сделать из пластиковых. Сделать из пластиковых, потом покрасить из баллончика или вручную акриловой краской. Тоже будет очень красиво смотреться. И еще, если ваши ложечки при нарезке ножницами ломаются, подержите их в горячей воде. Не важно, деревянные ложки это или пластиковые. Если деревянные, то надо будет, естественно, немножко посушить потом, потому что они не будут клеиться, если влажные. А пластиковые, естественно, нужно протереть. Итак, после нарезки я имею ввиду. Итак, я продолжаю заклеивать всю баночку. Не буду показывать весь процесс. Вы уже поняли, как это все выглядит. То есть в шахматном порядке клеим ложечки. Приклею и вернусь к вам. Еще хочу сказать, при наклеивании ложечки начинают съезжать, отпадать вот так вот. Поэтому нужно подождать, подержать немножко, чтобы она хорошо приклеилась. У меня ушло 48 ложечек. Больше у меня нет, еще две осталось. Если вы хотите такую баночку полностью заклеить ложечками, то нужно взять где-то 60 штук. Ложечки у меня где-то по 4 сантиметра. И теперь основание я буду заклеивать веревкой. Получится такой боха-артишок-подсвечник. И начну вот здесь с углубления. Промазываю. И приклеиваю прям вот немножко, заходя вот на эту ложечку, чтобы прикрыть этот шов. И немножко край вот так вот расплющиваю. И теперь смотрите, что получается. Здесь еще выше можно поднять. Здесь накладочка на ложку, здесь она почти по краю. И вот таким образом я начинаю проклеивать. Значит провожу линию клея на этом расстоянии. Смотрим, чтобы расстояние у нас было одинаковое везде. Первый ряд я проклеила. И теперь иду на второй ряд. Здесь поправляю, все хорошо. Промазываю клеем край. Сначала я захожу на этот край. Вот так. Приклеиваю здесь. Кто клеит со мной, будьте осторожны, клей очень горячий. Не обожгитесь. Подержу и потом только я перейду вниз. Вот так. Чтобы здесь было аккуратно прикрыто. Итак, проклеив второй ряд, перехожу на третий. И так проклеиваю все до конца. Теперь я доклеила до конца. Здесь у нас просветы. Что я делаю? Я беру вот палочку, да, которые у нас остались. И отрезаю вот такие детальки. Сейчас скажу, сколько сантиметров. Отрезаю. Так. Ой. Крюки. Старость, не радость. Не берутся они как ножницы. Итак, у меня здесь шесть дырочек. Значит, что я делаю? Я туда заливаю клей. Не сильно много. И каждую эту детальку туда вклеиваю. Получается вот так красиво. Немножко вот туда вставляю, чтобы это все держалось. И так вот подряд я это все заклеиваю. Получается аккуратно. Не видно вот этих вот дыр. Видите, как некрасиво. И убираем, конечно, нитки. Палочки у меня получаются длиной 3 сантиметра. Теперь обжигаю веревку. Можно обжечь и палочки. Они станут пятнистые, такие более темные. Также можно подержать подольше над веревкой. Только будьте осторожны, чтобы не получился пожар. И тогда будут такие разводы темные. Это на любителя, да? Если хотите, можете так сделать. Я так делала поднос. Кто видел? Когда мы делали поднос, кто знает. Большой поднос мы делали. Итак, теперь беру вот такое льняное масло. Можно взять масло гапа или краски акриловые. Что вам нравится. Можете покрасить белой краской. Чёрной, какой хотите. Можете из баллончика. Я беру просто льняное масло. Очень высокого качества. Немножечко на кухонную губку. Обмакиваю кухонную губку. И просто вот такими движениями прохожусь по поверхности. Если будет мало, можно, когда высохнет, пройтись ещё раз. Ложечки приобретают такой живой. Свежий вид. Видите? Получается, как красиво. Они впитывают масло. В то же время они становятся защищёнными. И выглядят очень-очень даже привлекательно. Наш подсвечник, артишок, готов. Я поставила туда электронную свечку. Можно зажечь чайную свечу. Тоже будет очень красиво. Особенно ночью. Посмотрите, какое богатство. Во-первых, деревянное. Во-вторых, так вот светится. Это всё натуральное. Очень-очень красиво. Немножко прикрою, потому что свет падает из окна. Видите? Просто влюбилась в этот подсвечник. Не знаю, как вам. Пишите отзывы. Как по мне, так очень красивый. Может занять достойное место на кухонной полке. Да и вообще, может и в зале украшать. И везде такой вот оригинальный, неповторимый, красивый артишок. Жду ваши отзывы. А с вами была Мила, как всегда. Всем хорошего настроения, любви и счастья. Всем пока-пока. Жду ваши отзывы.